Всем здравствуйте! Спасибо, что зашли ко мне в гости. Большое-большое вам спасибо! И как я обещала вам, я закончила скатерть свою, и я обещала показать, как она будет на столе, и что из этого получилось, и показать стол, который сделал мой муж. Стол дубовый, с резными ножками, фигуристый, и нам он очень нравится. Я хочу показать вам работу мужа и мою работу. Конечно, я не претендую на название мастерицы по пошиву скатерти, но я это делаю с большой любовью, мне это нравится, потому что это создает уют, и я очень это люблю. Сейчас я постараюсь показать поближе стол, и показать ей ножки, и все, какой он резной, какой он красивый. Вот скатерть ждет своего выхода, я ее погладила. Вот такие у нее красивые рюшечки, наверное, по-русски так правильно. Вот она такая вот красавица. Я ее постелю первую. Сегодня я покажу вам, но я ее сниму и постелю я потом ее на день рождения мужа через три недели. И вот наш стол, вот он такой большой, он дубовый, как я сказала, и он построен для нашей семьи. Вот такой, ну, мы любим белый свет, поэтому муж его делал где-то три месяца он, всю работа шла. И вот я хочу вам показать поближе, вот такие у него ножки, вот такие красивые, со всех сторон вот такие у него фигуристые резные ножки. Вот такие, такие, вот, видите, вот такие. И вот здесь под столом тоже вот так фигуристые, вон там тоже видно, да, вот это все вот так вот сделано. Ну, вот все ножки вот такие, вот такая красота. И вот он такой наш стол, такой большой, и помещаемся все. Сейчас я постелю скатерть и посмотрим, ну, как оно будет смотреться. Я пока, я не хотела заранее, но я не успела, скажу честно, поэтому сейчас как будет выход моей скатерти в свет. Привет! Ну вот, мои друзья, я постелила ее. Посмотрите, какой рисунок красивый в этой ткани. Вот, и вот она так смотрится на нашем столе. Я очень-очень рада, мне очень, мне очень нравится. Вот, сейчас покажу пониже, как у нее вот эти рюшечки. Вот, видите, все-таки я угадала с рюшечками. Вот, и где-то есть погрешность, моя рука же больная, но я вижу эту погрешность где-то тут в углу, вот здесь. Но я, это я показала просто. Но посмотрите, какая она получилась такая нарядная, такая, такая красивая. Ну, очень, она так подходит к нашему столу. Это будет вот такое, вот такая она красивая. Да, рюшечки вот эти, они, я уже говорила, что это метр пятьдесят ширина. Вот здесь она просто, даже вот, видите, как она вот, вот на стуле тут, вот так. Так, и вот так она получилась красивая. Сейчас я, даже цветок, у меня цветы везде, и сейчас я добавлю вот, вот так вот. Ну, как вам сейчас, вот, вот так смотрится моя новая скатерть. Вот, на нашем столе. Вот, мне очень нравится. Ну, напишите в комментариях, как вам понравилось мое творение, вот, и стол, который сделал муж. После этого я пойду на кухню и покажу вам новый рецепт. И если вам все это понравится, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Я и следующую, я покажу следующую потом работу мужа. И скажу, что я начала, еще вчера уже начала шить и другое. Вот такая красота. Ну, просто мне очень-очень-очень понравилось, как я, как я сделала, как я постаралась, как я, вот это получилось у меня. Вот, спасибо большое, что вы были со мной, что вы заходите за ваши лайки, за комментарии, за все большое спасибо. И приятного просмотра. Итак, мои дорогие, как сказала, сегодня будем варить суп из чечевицы. Суп костный, без мяса, вот, потому что в чечевице очень много белка, очень. А белок дает нам сытость, белок помогает нам похудеть. Вот, белок нужен при похудании 1,2 до 2 граммов белка на 1 килограмм массы тела. Чечевицу я уже промыла. Нам понадобится, у меня оливковое масло, вы можете брать подсолнечное. Здесь одна столовая ложка масла. Не бойтесь масла. Это ненасыщенные жиры. Они снижают холестерин в крови. Вот, они очень полезны для женщины, ненасыщенные жиры, да. Потому что это здоровье, это наша красота. Жиры важны при похудании, как ни странно это звучит. И занижать их не нужно. 1 грамм жира или 1,5 на 1 килограмм массы тела. Одна луковица, морковка, соль, красный перец молотый, чеснок. И вот такая томатная паста у меня. Ну, это итальянская. И уже как-то я готовила, я вам показывала. Но вы берите ту томатную пасту, которая у вас есть и которая вам нравится. Итак, сейчас нам нужно порезать лук и морковку. Я не буду сильно мелко их резать, потому что я буду суп взбивать блендером. Но, если вы не будете взбивать блендером, тогда вам придется резать помельче. Я просто показываю, как я варю суп. Ну, каждая хозяйка, конечно, варит по-своему. Ну, я вот так варю, я хочу просто показать. Вот. Вот это все, что нам нужно для этого супа. Чечевица варится очень быстро. Это где-то 10-15 минут. Вот. И я сейчас ее... Уже вода уже закипает. И я туда сейчас чечевицу, туда ее брошу. И будем заниматься вот овощами и зажаркой. Итак, приступаем. Вот так я порезала морковку. Вот. Как я сказала, я буду взбивать блендером суп в конце. Поэтому я не стала ее мелко резать. А вы по вашему усмотрению. Смотрите как. Лук тоже не сильно мелко. Ну, вот так я порезала. И это вот столько томатной вот этой пасты итальянской. Желательно, конечно, чтобы это не был концентрат. А продается такие интересные такие вот соусы такие. Там всякие добавки внутри. Ну, то есть перец и там чеснок. Очень вкусно. Ну, если у вас нету, не беда. Можете и помидоры добавить пассерованные. Можете как по вашему желанию. Здесь у меня 100 грамм. Сейчас буду делать зажарку. Итак, мои дорогие, я уже лук сюда вот бросила. Вот. На заднем плане, видите, у меня тут чечевица варится. Кастрюля там. Вот. Видно, да? И сейчас морковочку сюда. И пожарим. Немножечко нам не на большом огне. Потому что, чтобы не прилипало. Ну, где-то вот так минуты, минут пять, вот так, не больше. И потом будем делать дальше. Лук уже прозрачный. Морковка уже стала мягкой. И сейчас мы сюда будем добавлять эту томатную, томатную вот эту пасту, вот, которую я говорила. Вот. Будем смешивать это все. Вот так вот. И сейчас мы можем посолить. Вот. Добавляйте те специи, которые вам нравятся. Ну, разные же бывают специи. Я буду добавлять сюда вот красный перец. Мы его любим очень. Вот. Естественно, чеснок. Если у вас нету сухого чеснока, тогда вам придется использовать свежий чеснок. Там где-то два зубчика чеснока. Вот. И вот, пожалуйста, вот такая красота. Сейчас я оставлю еще минут пять, чтобы оно потомилось, чтобы оно соединилось по вкусу. Вот. И потом буду добавлять... Посмотрите, какие яркие краски, да? И потом буду добавлять уже туда к... Вот, пожалуйста, как она варится хорошо, да? Она уже почти варится уже минут десять. Вот. И сейчас будем все это добавлять. Посмотрите, чечевица уже почти готова. Она, можно сказать, готова. Видно, да? И сейчас мы будем сюда добавлять зажарку. Пусть она варится немножко. Вот, чтобы они соединились вместе, чтобы было вкусно. Вот. А потом уже в конце, где-то минут десять-пятнадцать, пусть поварится еще, она как раз будет полностью готова. Вот так она выглядит. И потом мы будем взбивать все блендером в однородную массу. И... Будет очень вкусно. Посмотрите, какой красивый цвет. Он уже кипит. Я сделала медленный огонь. Пусть он покипит минут десять-пятнадцать, чтобы все-все соединилось. Попробуйте все. Хватает ли вам соли? Хватает ли вам перец? Может, какие-то еще вы травы хотите добавить? Или чеснок? Это по вашему желанию. Я, когда его блендером хорошо до однородной массы сделаю, я добавлю потом еще чуть-чуть лаврового листа. Вот. Чтобы он там немножко дал тоже вкус. А так, вы посмотрите, как это томатная паста. Вот. Какой яркий цвет. Вот посмотрите, какой он, видите, густой. Да. И потому что я не добавляю туда картошку. Многие добавляют картошку. Но я не хочу картошку, потому что картошка все-таки перебивает вкус вот этой чечевицы. Вот так красиво он кипит. Сейчас он покипит. Снимем с огня и будем его взбивать блендером. Итак, мои дорогие, смотрите, я сняла кастрюлю. Оставила немножко, буквально на десять минут, потому что сильно горячее, да? Будьте осторожны. И сейчас будем блендером, вот, погруженным блендером, мы будем сейчас взбивать. Посмотрите, какие краски красивые, да? Вот. И вот, мои дорогие, посмотрите, какой яркий суп получился. Посмотрите, яркий-яркий. Я добавила туда еще свежие петрушки. Вот. Если вам нравится со сметаной, добавляйте сметану. Или там еще острый перец, если это для вас, а не для детей. Ну, я говорю, в тарелку. И я еще сделала вот такой салат. Вот. Здесь у меня айсберг-салат. Помидорки порезала, ну, свежую петрушечку. И сбрызнула оливковым маслом. Вот. И еще у меня мой хлеб, ржаной хлеб, который я пеку. Вот такой вкусный обед для всех, особенно для тех, кто следит за своим весом. Я надеюсь, что вам понравится. Расчет калорий и все ингредиенты вы найдете под видео. Приятного вам аппетита! Ну вот. Вы посмотрели рецепт. Я надеюсь, что вам понравился рецепт этого супа. Приготовьте, попробуйте. И что-то новое, а может, вы уже готовили. Спасибо большое, что вы посмотрели видео до конца. Спасибо большое, что вы заходите ко мне. Еще раз большое спасибо. И до новых встреч!